Ух, кайфует! Какие неприветливые детишки! Базар анима! Я дома? Стрёмное какое всё! В октябре 2018 года я полторы недели провёл в Австралии. Это видео о том, как я провёл свой последний день в Сиднее, и о том, как я добирался домой в Киев. Приятного просмотра! Доброе утро, добрый день, добрый вечер, трогие подписчики. Это Тарас, это Денис. И я надеюсь, что это уже наше последнее видео из Сиднее, из Австралии, что монтировать я это видео уже буду дома в Киеве. Я уже очень соскучился по дому. Сегодня у нас прогулки, время на пляже и хоряб на самолёт. Всё это, я надеюсь, уместится в этом видео. Давайте смотреть. Оооо, целый магазин Асиксов. И я как раз иду в Асиксах. Я очень хочу найти себе вот такие Асиксы. Что-то буду спрашивать. Это место очень похоже на нашу киевскую Бессарабку, то есть над нами старое отреставрированное здание, в котором также можно много магазинов, а снизу здоровенный подземный магазин. Он не, сука, Тайгер. Это я не мотикнулся, я прочитал название, второго названия Асиксов. Короче, сказали, что та модель, которая ещё, она уже довольно старая, поэтому таких уже сложно найти. Нужно где-то там типа на ресейлах, типа на eBay. Ну ладно, забили, погнали дальше шариться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ух, кайфует! Вот этого! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пойдём подробуем новый айфон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не представляю, как это видео закончится тем, как я буду уже в Киеве. Для меня съёмка этого видео займёт примерно часов 40, а для вас просмотр займёт, наверное, минут 10-12. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, ну, какие неприветливые детишки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот эту игрушку я мог купить вместо поездки в Сидней. И она здесь везде. Она как бы спрашивает меня постоянно, ну что, ты не пожалел? Нет, не пожалел. Всё. Прощай, опера. Надоели эти каменные джунгли. Погнали на пляж. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот я и на песочке. Пора разуваться. О-е-е. Даже если будет холодно, когда я сейчас буду на океане, я не знаю. Надо идти купаться. Пробуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вода холодная, сильно. Купаться невозможно, но так чисто понырять, поплавать можно. По ощущениям она как в Черном море. Не такая соленая, как в Шарм-эль-Шейхе в Красном море. Теперь могу смело ставить галочку, что я купался в Тихом океане. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пришел Тарас, теперь он будет испытывать чьи океан. А ну давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Походу все. Холодно? Холодно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Температура воды в океане 18 градусов. Ежик не поворачивается, сказать, 18 градусов тепла. 18 градусов такого. У-у-у-у. Современная пупа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПАЙДЕר МЕН, ПАЙДЕР МЕН, ДАСС ФАЙДЕР КЕН. СПАЙДЕР МЕН, ДАСС ФАЙДЕР СПАЙДЕР КЕН. СпайдЕр МЕН, ДАСС ФАЙДЕР КЕН. Смотри-ка, смотри-ка, почти залез. Позар Анима. Что? Держит ваша арта. В общем, на какую-то поляну с искусства. А вот тут прикольные штуки. Все, посмотрели океан, пляж, даже искусство заглянули. Поехали обратно. Вот мы снова и в метро. Много нервничаю, беспокоюсь только, когда пройдем все проверки в аэропорту и будет достаточно времени, чтобы просто спокойно ждать самолет. Я немного поснимал сам в аэропорту и меня попросили все поудалять. И я снова снимаю в аэропорту. Мы решили избавиться от нашей мелочушки австралийской. Вот таким образом. У меня насобиралось 9 долларов. Это почти 200 гривен. У меня 5 долларов 5 центов. И мы уже идем на самолет и очень сильно хочется посмотреть какой-нибудь фильмец. Очень клевый самолет, мне кажется. Спасибо. Мне выдали одеяло и подушку. Это че? Это чьи-то носки или это мне носки положили? Нет, тебе положили. Фух. Я думал, кто-то оставит. Вот, значит, мы летим отсюда. Вот сюда. А потом отсюда летим. Сюда. Короче, мы разобрались по поводу носков. Это были чьи-то. Потому что мне только что выдали новые. Может быть, себе забрать. Друзья, если хотите, я могу разыграть эти носки. Если вы поставите... Ладно, неважно. Не могу даже придумать, что надо сделать настолько тупого и простого. Просто напишите мне. Да. Мы сидим где-то вот здесь. Примерно так видят пилоты. Начался наш 14-часовой перелет. Погнали. Что-то мы вот так вот летели, летели, а потом... Да нет, короче, погнали обратно. Спасибо. Очень просторный аэропорт. Ой, это такое прикольное. Здесь еще и крестики на поле. Ага. Короче, это пока мой самый любимый аэропорт. Здесь и здесь беспилотные поезда. Проходили в бизнес-класс, я спросил у феордессы, это мое место? Она сказала, в следующий раз. В следующий раз. Ха-ха. Пять часов. Всего пять часов, и мы будем дома. И еще самое прекрасное, что мы уже летим по киевскому времени. То есть я уже могу сейчас примерно адаптироваться и заставлять себя не спать. Сейчас я посмотрю парочку фильмов, позавтракаю. И мы уже дома. Что-то он вытешал в конце. Да, ну мягенько было. Ну да, так было. Дрифтонул, а вместе с ним весело он дрифтонул. Он просто решил, знаешь, когда дрифтишь, выиграешь, ты собираешь что-то ускорее. Буста собрать на следующий полет. Холодно. О, мы здесь были. Обсуждали, как хорошо пройдет наш полет. А, прекратили. Я помню это в монтаже. Да, я помню. Просто не напоминаю. Наконец-то мы прошли все проверки. И весь багаж даже пришел вовремя. Моя сумка мега ушатанная теперь. Посмотрите. Вот колесо. Вот нет колеса. Сейчас вызываем такси и едем домой. Интернет появился на телефоне наконец-то. Ну вот, я дома. Стремное какое все. Я знал, что если ты приезжаешь из какой-то цивилизованной заграницы, то у тебя будет небольшой такой культурный шок. И он у меня произошел не такой прям грандиозный, но я заметил, что у нас все-таки убитый город. Чего раньше я как-то не замечал, потому что привык. Но ничего, пройдет неделька, я снова привыкну и снова буду чувствовать себя здесь как дома. Но было забавно, когда я в Австралии уже конец октября. Живу в красивом, ухоженном, шикарном городе. И мне Джульетта в конце октября пишет, ура, нам дали горячую воду. Кстати, дайте проверю, есть ли горячая вода? Есть! Плюс 10 к цивилизации. Еще у меня вон там, не видно, наверное, вот там стоит моя машина. И на ней вот такой слой пыли, слой песка. Может это из-за этой вот перекопованности. И то, что полтора недели у меня машина стояла там возле дороги, и ее засыпало песком. Но выглядит она просто как бомжатская. Ну короче, такое, друзья. Я вернулся домой, тут осень, там весна, откуда я вернулся. И я очень рад быть дома. А вам спасибо, что посмотрели это видео. Если есть какие-то вопросы, пожелания, мысли, просто хотите что-то прокомментировать, обязательно комментируйте, потому что комментарии для видео на YouTube очень важны. Я обязательно либо поставлю лайк вашему комментарию, либо если вы зададите какой-то вопрос в комментарии, я обязательно вам отвечу и обсудим какой-то вопрос. Вот 100%. Проверьте. Если хотите посмотреть мое прошлое видео, нажимайте вот сюда. Если хотите подписаться на мой канал, что было бы очень прекрасно для меня и приятно, нажимайте вот сюда. Спасибо, что были со мной. Наверное, все. Я пошел отдыхать, разбирать все подарки, которые я привез в Азостралии. И пока.